Вопросы к мэру, к мэрии города Бушкек очень много. Я как житель города, человек, который родился когда-то, да, вас родился уже в Бушкеке, я не могу не беспокоиться о том, что происходит на сегодняшний день с нашей столицей. Вот особенно резонансные вопросы, да, были связаны прежде всего это незаконное выделение земельных участков, в частности, под различные коммерческие цели, вместо того, чтобы запланировать фрагмент генерального плана, выделить средства на строительство тех же специальных объектов парковых зон. Это выделение участков, которые предполагались, вот детские площадки, здания детских садов, выделение части парков. Это вызвало первые такие очень серьезные недовольства со стороны жителей. Этот процесс, к сожалению, на незаконное выделение земель и так далее, он не прекращается. Ко мне постоянно обращаются гражданские активисты, жители, которые пострадали и пытаются найти в судах справедливость. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы все понимаем, что в судах найти справедливость для многих достаточно сложно, учитывая уровень коррумпированности, уровень и степень провала судебной реформы. Следующий резонансный вопрос, который жители адресуют, и в том числе обращаясь ко мне как к депутату, это что происходит с вырубкой деревьев на сегодняшний день. Когда-то самый зеленый город Советского Союза Фрунзе постепенно превращается в пустыню, ведь вопрос еще встает в том, что хорошо, засаживают новыми саженцами и так далее, по словам мэрии. Но очень много вопросов, а была ли необходимость вырубать деревья, которые на самом деле не являлись, скажем, старыми или заболевшими, и необходимости в их вырубке не было. То есть во многих случаях стоит вопрос о том, что это просто вопрос продажи перенесения, использования территории, вместо того, чтобы на самом деле заняться озеленением города. И вот вызывают очень большие сомнения, как были использованы денежные средства на посадку новых деревьев. Большой последний резонанс вызвал обсуждение того, что саженцы закупали за рубежоку 9 тысяч сомок. На самом деле я посмотрела внимательно репортаж о том, как взяли интервью у представителей наших питомников Кыргызстана, в Аксу, в Руссибульской области, возле Бишкека, есть несколько питомников. Совершенно ответственны люди, которые профессионально занимаются вращением деревьев, растений. Они говорят о том, что у них есть необходимые саженцы, они гораздо дешевле. Но мэрия города Бишкек никогда не обращалась вместе с тем, что зарубежные страны, наши соседи, Казахстан, периодически закупают саженцы в наших питомниках. Поэтому, вы знаете, вот эта череда нерационально используемых денежных средств, попытка коммерциализировать все территории, предназначенные для зон отдыха, парковых зон, социальных объектов, они не могут не вызывать недовольства. Причем большое сопротивление граждан, жителей Бишкека вызвало попытка, так сказать, скрыто где-то такие вопросы решить, как планирование дорог, новый ПДП, план детальной планировки. До того, как он обсуждался мэрией с жителями, были просто на самом деле какие-то практически уличные бои, когда жители выступали, требовали открыто обсудить план детальной планировки города. Что где будет строиться, что будет сноситься, почему, на основе чего, насколько это законно. Это нормальное требование жителей. Но вместо того, чтобы удовлетворить это законное требование, вокруг была развернута целая какая-то интрига. И только потом уже план детальной планировки был представлен как проект жителям для обсуждения. И то осталось очень много вопросов. То есть когда вот такие действия происходят, непрозрачные, непонятные, труднообъяснимые, завышенные цены, бесконечно фигурируют при, например, покупке сажекся с других вопросов, то, конечно, это вызывает большие недовольства. Поэтому я думаю, что есть все основания быть недовольными работой мэра.